Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко побеседовать на духовную тему о христианстве. Слово «христианство» – это означает направление веры, а не религию. Еще раз повторюсь, это вера в Иисуса Христа, человека Бога, который пришел на эту землю и пролил свою кровь ради того, чтобы спасти каждого человека через покаяние, его пролитую кровь, и примирить человека с Богом через это действие, потому что все люди грешные, все люди грешные. Поэтому христианство – это вера, это вера в спасение, единственный путь. Никто не пролил свою кровь за нас, кроме Иисуса Христа, и этим не примирил нас с Богом Отцом через покаяние. Поэтому христианство сегодня, оно в разделении. Я не говорю «во вражде», но оно в разделении. И оно разделено на три больших направления. Первое – это католицизм. Второе – это протестантизм. И третье – это православие. Если вы услышите от человека, который говорит «я православный», то, скорее всего, он находится в обольщении, в заблуждении. Если вы услышите от человека «я протестант» или «я католик», то там нету в этом слове Иисуса Христа. И будьте к таким людям очень-очень осторожны. Потому что человек, который не говорит «я христианин», а говорит что-то другое, это значит, что этот человек в преткновении, что в этом человеке есть дух разделения. «Я». Все люди, которые верят в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, они должны говорить «я христианин». А уже затем он может говорить о том, что он был крещен в православной, протестантской или католической церкви. Это уже потом. И его убеждение о том, как надо молиться, кому надо поклоняться, что надо делать, какие-то ритуалы совершать, это уже не столь важно. Важно. Изучает ли человек Библию? Молится ли он Иисусу Христу? Крещен ли он Духом Святым? Вот это важно. Использует ли он дары Духа Святого для того, чтобы приводить людей через евангелизацию к Иисусу Христу? Это тоже очень важно. И поэтому сегодня многие христиане находятся в разделении, в разобщении, в разногласии. И это плохо. От этого страдает как сам Иисус Христос, так и Церковь Иисуса Христа. И поэтому очень важно сегодня единение, а не разобщение. Ибо сам Иисус Христос говорил нам, людям, которые верят в Него, не устоит царство, которое разделится само в себе, не устоит дом, который разделится сам в себе. И сегодня многие православные говорят, что католики или протестанты – это неверующие люди. Это неправда. Это большое заблуждение, это большой грех. И то же самое, если католики говорят о протестантах или православных. Это то же самое. Поэтому важно, чтобы за всеми рассуждениями не было Духа разделения и разобщения, а чтобы был Дух Единения. И еще раз повторюсь, христиане – это люди, которые верят в Иисуса Христа как личного Спасителя и следуют за Ним и общаются с Ним через молитвы, через посты, с помощью Духа Святого. Желаю вам поразмыслить на эту тему. Божьей вам милости, благодати. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин